И здесь такой огромный заряд того позитива, который я предполагал будет, но который наверняка невозможно встретить у нас. Международный конкурс премия карта 2023 года. Добрый вечер, уважаемые гости и участники сегодняшней замечательной церемонии. Я хочу отметить, что особенно в последнее время молодежные уличные культуры набирают популярность в нашей стране, да и собственно во всем мире. И на самое время скрыть конверт и узнать победителя в номинации «Лучший творческий подход». Гордеев Егор. Крутится сцена и круг ее крутится, клонский круг. Крутится, как карусельные лошади, дни жернома. Крутится паперти плаха на площади, паперти плаха на площади. Карда 6 сезон. Минуя красную дорожку по Сократу, попадает быстро на сцену. Аплодируем, друзья. И сказать несколько слов, пожалуйста, к микрофону. Егор, поздравляем. Спасибо большое, Ставрополь. Спасибо, Карда. Я рад представлять здесь Ригу, Латвию. Путь был долгий, наш труд был оценен. Мне это очень приятно, так как команда наша работала всегда очень старательно. А это очень важно. Что я могу сказать? Мне очень понравились слова губернатора о доброте города Ставрополь. Мы здесь находимся уже пятый день, и я ничего, кроме добра и света, не слышал и не видел. Я благодарен вам за это. Я, как приехавший, возможно, кто-то понимает из недружественной страны, я буду рад рассказать у себя дома, что реализовываться можно в вашей стране и нужно реализовываться. Так как все-таки творчество, оно должно объединять и идти вперед вместе. Спасибо большое. Да будет так. Мы поздравляем обладателя заслуженной награды. Спасибо, Егор. Спасибо, Дмитрий Николаевич. И мы плавно перемещаемся к следующей номинации в разделе видео. А что же нас ждет дальше? Карда – это тот самый пример, когда люди радуются и в то же время могут радоваться, состязаясь. Нужно и сотрудничать, и дружить. И это не обязательно только творческие люди, но это должны быть и страны. Я могу точно сказать, что Россия открыта. Это приятно было приехать. Я хотел сюда приехать. Трек не для радио, но мы будем орать его. И крутая номинация. И потому что короткий метр, короткий фильм, короткометражный фильм – это первый шаг в осознанный большой кинематограф. В номинации «Лучший короткометражный фильм» побеждает… Он уже здесь был. Егор Гордеев! Ну, ты тут уже как дома, как я понимаю. Знаешь, что дальше будет происходить? Я желаю, чтобы премия Карда жила всегда. Потому что такие широкие возможности, такой спектр номинаций – этого нигде не встретить. Дай Бог, чтобы все шло вперед. В очередной раз, ну, я, конечно, хочу сказать, что если дело касается короткого метра, к которому имел отношение не только я, это Авдей, Авакум, Петровы, Настя и Гера Микуловы, Лена Сеидова. Но без них бы ничего не было. Идея – это, конечно, стержень. Но все равно каким-то материалом это все должно обрасти. Материал – такое пошловатое слово – это люди. Я еще раз благодарю Карды, благодарю Ставрополь, благодарю Россию. Егор Гордеев, Латвия. Спасибо большое. Спасибо, Егор. Спасибо тебе большое. Спасибо за слова. Спасибо за искусство. Всегда приятно находиться в том месте, которое любишь. Я полюбил Ставрополь. Есть какие-то такие трогательные вещи. То, как мы вчера видели, как девушки провожали ребят-солдат. Участник фестиваля Карда Егор Гордеев приехал в Ставрополь из Латвии. Как вам ощущения вообще? Вообще мне очень нравится, так как все-таки кроме двух столиц Псковской области я нигде не бывал. А уже когда приезжаешь, ну сразу видно, что здесь комфортно. Потому что много зелени. Люди очень отзывчивые. То есть где-то мы плутали, я подходил к пожилым дамам, к молодым людям. Они всегда отзывались. И вот эти вот такие жесты, которые уже, можно сказать, в Европе не встретишь, которые, говорит, молодой человек, вам нужно вот туда. Все, это приятно. Это очень ценно. О Ставрополе Егор знает мало. Поэтому мы решили познакомить его с нашим достоянием – минеральной водой. Ну это приятно. Это приятно, приятно, приятно. Как опишите вкус? Ну мне нравится, что будто в океане. Сразу пробуем следующую – из четвертого источника есентуков. Другая точно. Точно другая. Да. Но я бы вот эту выбрал. Можно ли в Латвии вообще встретить ларьки такие с квасом, например, с лимонадом? Я по ним скучаю. Потому что этого просто нет. Два кваса, пожалуйста. Это похоже на детство. Похоже. Похоже. Я просто очень ценю свои детские впечатления. Если оно есть, то оно есть. То есть, 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 то есть